Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зара Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на Иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Читая книгу Откровения, мы видим, что Антихрист сделает много чудес и знамений. И целью всех этих знамений будет увести людей от истины. Обратиться к тем, кто ищет сверхъестественного, вместо того, чтобы искать истину. Так позвольте мне задать вам вопрос. Вы ищете библейскую истину? Если нет, то вы легко будете обмануты врагом. Самое важное для вас, чтобы жить благочестивой жизнью, это истинно писание. И вот для этого наша организация и существует, чтобы фокусироваться на Слове Божьем, верить Слову Божьему. А оно есть истина и содержит в себе силу. И всякий раз, когда человек будет изучать Слово Божье, всегда, всегда будет хороший результат. Потому что мы знаем, что Слово Божье никогда не возвращается тщетным. Что значит, что оно никогда не бывает пустым. Оно никогда не будет тем, что не имеет эффекта. Изучение Слова Божьего – один из лучших способов инвестировать свою жизнь. Оно всегда производит благо согласно замыслу Божьему. Что ж, возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 12 главу. Евангелие от Матфея, 12 глава. Мы увидим, и мы уже видели, что имелось несогласие между Яшуа, Иисусом Христом и лидерами Израиля. Но я хочу подчеркнуть что-то. Это несогласие. Этот конфликт имел место не с еврейским народом, а с лидерами. И вот проблема. Мы скоро увидим, что Мессия будет говорить с двумя разными, но взаимосвязанными группами лидеров. И у этих двух взаимосвязанных групп лидеров есть нечто общее. А именно, они не верны откровению Божьему. Что ж, посмотрите вместе со мной эту 12 главу. И начнем мы с 38 стиха. Евангелие от Матфея, 12 глава, 38 стих. Мы читаем эти слова. Тогда некоторые, не все, но некоторые из книжников и фарисеев сказали. Мессия говорил о суде. Он говорил о том, чтобы иметь жизнь, полную дел, добрых дел с точки зрения Бога. О том, чтобы, взяв библейскую истину, применять ее к нашей жизни с тем, чтобы был благочестивый и святой результат. Такой, который проявляет Божью славу. Но книжники и фарисеи не были заинтересованы в этой истине. Они не были заинтересованы в этом наставлении. Нет, они ответили и сказали, «Учитель, желаем увидеть от тебя знамение». И тут подразумевается, что они хотели выбрать знамение. Они хотели контролировать. Они хотели контролировать Ешуа. Так и многие люди сегодня. Они верят Ешуа. Служат Ему до тех пор, пока они во главе, пока они получают то, что хотят, пока все идет по их плану, согласно той судьбе, что они, по их мнению, имеют. Но эта судьба – ничто иное, как их собственная эгоистичная воля, корни которой находятся в плотской природе, а не в откровении истины Божьей. Итак, они говорят Ему, «Учитель, желаем увидеть от тебя знамение». Теперь посмотрите 39 стих. «Но», и это слово означает «контраст». Он не согласен с тем, что они хотят. Но он сказал им в ответ, «Поколение злое и прелюбодейное знамение ищет». Итак, «прелюбодейное и злое поколение ищет знамение». Нам надо обратить внимание на эти два слова – «злое» и «прелюбодейное». Слово «злое» здесь означает «то, что против Слова Божьего», «то, что не относится к Слову Божьему». Итак, Мессия обращается к ним и говорит, «Вы лидеры, но вы ведете это поколение не к истине, но к тому, что против воли Божьей». И дальше он говорит слово «прелюбодейный». Очевидно, что бывает физическое прелюбодеяние между мужчиной и женщиной, не являющейся его женой. Но здесь этот термин означает «духовное прелюбодеяние». И что это значит? Это значит, что мы говорим об идолопоклонств. Пророчески, мы так часто видим у пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и у малых пророков, очень часто, говоря о прелюбодеянии, они имеют в виду идолопоклонство. А идолопоклонство — это всегда религиозная попытка получить то, что хотите вы, держать ситуацию под контролем. Идолопоклонство — это всегда религиозное выражение, которое встречается с желаниями, идолопоклонник. Нам необходимо быть людьми, покоряющимися истине, которые основывают свою жизнь на Откровении Писания, а не на лжепророчестве, связанном с каким-то идолом. Итак, Мессия говорит здесь, «Поколение злое и прелюбодейное знамение ищет». Но он говорит, «И знамение не дастся ему, этому злому прелюбодейному поколению, кроме знамения Ионы Пророка». А что это за знамение Ионы Пророка? Вы не поймете это местописание, пока не узнаете, о чем он говорит. Внимательно читая книгу Ионы, вы обнаружите, что Иона был в бунте. Мы все знаем это. Бог сказал ему идти в Неневию. А куда он хотел отправиться? В Фарис. Почему? Писание акцентирует внимание на том, что он бежал от присутствия Божьего. Почему? У Ионы не было сердца послушного Тори. Что я этим имею в виду? У него не было сердца, утвержденного любовью Божьей. Есть близкая, неразрывная связь между законом Божьим и любовью Божьей. Мы об этом говорили много раз. Когда мы смотрим на две главные заповеди Тори, закона Божьего, что это за две главные заповеди, с которыми связаны все остальные? «Возлюби Господа Бога Своего всем сердцем и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и возлюби ближнего, как самого себя». Какое слово вы слышите? «Любовь». Итак, у Ионы не было сердца послушного Тори. Такого, которое, приняв Божью любовь, простирается с этой любовью к другим. А Иона хотел отправиться в другое место, в Фарис, «Чтобы Божий суд пал на его врагов». Но эти люди не были врагами Бога. А что произошло с Ионой? Что ж, продолжим читать. Мы увидим что-то очень интересное, потому что он говорит, посмотрите, сороковой стих, «Ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце Земли три дня и три ночи». Помните, я задал вам вопрос, знаете ли вы, что это за знамение Ионы? Читая книгу Ионы внимательно, мы видим, что его проглотил кит. Писание никогда не использует термин кит, а просто использует термин рыба. Большая рыба. И Иона был там, как мы видели, в очреве рыбы три дня и три ночи. Обычный вопрос, что я получаю, что Иона три дня жил в очреве той рыбы? И ответ, нет, не жил. Он умер. И откуда мы знаем это? Если вы посмотрите вторую главу книги Ионы, куда Иона сошел? Изучая эту книгу, мы видим, что он сошел в Яфа, или в Иопию. И мы видим, что он вошел в корабль и спустился в его внутренний, а затем он был брошен в воду и попал в чрево рыбы. Но что важно, его сошествие продолжилось. Он сошел в какое месторасположение? Слово Божье говорит, что он сошел в Шеул. Что такое Шеул? Это место мертвых, куда в то время отправлялся после смерти каждый. Итак, Иона умер. И знамение Ионы в том, что он был воскрешен после трех дней и трех ночей. И Мессия говорит, «Вы хотите знамений? Я дам вам знамений. Это будет Мое воскресение». И какое это важное знамение? Почему? Потому что мы знаем что-то. Если вы изучаете учения апостола Павла, вы знаете, что Павел не раз говорит, что это Бог Отец воскресил своего единородного сына из мертвых. Мы знаем, что Мессия мог бы воскресить и сам себя. Он говорит в Слове Божьем, «Имею власть отдать свою жизнь, и власть имею опять принять ее». Но он этого не сделал. Он имел эту силу, но не использовал ее. Бог Отец воскресил его из мертвых. А почему это так важно? Вот богословская истина. Воскресение Мессии Богом Отцом подтвердило все, что Он сказал, все, что Он сделал, совершенное дело на кресте. И это говорит о достаточности креста для того, чтобы искупить и спасти навечно. И, следовательно, воскресение жизненно важно. Вот почему Мессия говорит, «Вы хотите знамения?» Вот какое знамение вы получите. Только знамение Ионы Пророка. Речь идет о воскресении. Переходим к 41 стиху. Мы читаем «Ниневитяне». И это те, кому проповедовал Иона. Иона не призывал их к покаянию. Вы нигде не находите этого в тексте. Мы все время слышим, какое было послание Ионы, чтобы люди покаялись. Но Он этого никогда не говорил. Прочтите книгу Ионы. Не надо просто слушать, что говорят люди о книге Ионы или о любой другой книге Писания. Прочтите сами. Нет. Послание, которое Иона проповедовал в 40 дней, состояло о том, что Бог перевернет горы. Этот термин «лафок» может означать «разрушить», но он также может означать «духовное изменение». И очевидно, что эти жители Ниневии, даже царь Ниневии, они хотели верить во второй. И потому что, хотя их не призывали к покаянию, они, услышав послание о суде, сказали, кто знает, может быть, Бог простит, может, Он будет милость, и они покаялись во вретище и пепле. Они постились, и действительно Бог явил благодать и милость. Итак, Мессия говорит здесь в 41 стихе «Ниневитяне встанут на суд», то есть в день суда. Мессия говорит здесь в 41 стихе «Ниневитяне встанут на суд», то есть в день суда, с поколением этим. И что сделают ниневитяне? И осудят его. Потому что у них, ниневитян, не было никакого знамения. Но они откликнулись на что? Они откликнулись на истину Божию. И это самое мудрое из того, что может сделать человек откликнуться на истину. А где мы находим истину? Мы находим ее только в одном месте. И это в текстах Писания, Святой Библии. Итак, Мессия говорит, посмотрите вторую часть 41 стиха «Потому что они покаялись». От чего? Киригма. От слова «провозглашение Иона». Итак, эти люди услышали пророка и покаялись. И что говорит Мессия? Посмотрите, конец 41 стиха. «И вот более» или «больше», как бы вы ни переводили это слово. «И вот здесь больше Ионы». Что значит, что Иешуа более велик, чем Иона? Продолжим 42 стих. Он приводит еще один пример. Царь, извините, царица южная встает на суд. Что-то очень похожее. Встает на суд с поколением этим. И осудит его. Ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. А эта мудрость была просто истиной, которую Бог дал ему. И эта женщина была царицей. И она приходила, вероятно, из Судана или Эфиопии, в общем, оттуда, с юга. Имеется в виду из Африки. Она проделала весь этот путь, потому что была заинтересована в Откровении Божьем. А сегодня, говорю это с желанием, но мы склонны быть ленивыми, когда дело касается изучения Слова Божьего. Мы хотим, чтобы все было представлено так, чтобы мы быстро получили в точности то, что нам, по нашему мнению, нужно. Это приведет нас к великому сожалению. Потому что нам необходимо слушать. Это-то и сказано тут. Обратите внимание на Откровение Писания. Она пришла, не прося знамения. Она пришла лишь с одним желанием. И с каким же? Слово Божье говорит «послушать мудрости Соломоновой». И что происходит? И вот, здесь больше Соломона. Она пришла, потому что хотела послушать мудрости. И слово «мудрость» означает брать истину Божью и применять ее надлежащим образом к своей жизни, в ситуации, в которой вы оказались. Она хотела использовать Слово Божье. Вот что такое мудрость. Использование воли Божьей и истины Божьей в своей жизни для того, чтобы принести Ему славу, исполнить Его волю. Вот почему сказано, что эта женщина встанет на суде и осудит это поколение. Давайте перейдем к 43-му стиху. Мы увидим пример. Он говорит, «Когда нечестивый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя». А почему сейчас этот пример? Ешуа говорит им, как если бы они были нечистым духом. Тот дух идет и ищет покоя. Но что слово «покой» означает в контексте? Их желание. Этот нечистый дух, он выходит, ища покоя, и ходит по безводным местам. Безводные места — это нехорошо. Итак, дух не находит то, что он ищет. И далее, что происходит? Заметьте. «И не находит» имеется в виду того, что он ищет. А потому в 44 стих «Тогда говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», говорит он. «Откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, то есть свободным, выметенным и убранным». Все хорошо. И что делает этот нечистый дух? Он хочет войти и сделать ситуацию хуже. Почему я это говорю? Что ж, продолжим читать. «Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших в себя, и войдя, живут там». И заметьте, что тут сказано. Происходит следующее. «И бывает для человека того последнее хуже первого». Что попросту означает, что ситуация становится хуже. Чему же учит Мессия? Он уподобляет это поколение и руководство этому нечистому духу, который выходит. И обратите внимание на число семь. С чем связано число семь? С целью. Эти нечистые духи имеют свою цель. И вместо того, чтобы быть, и мы знаем, что об этом говорил также и пророк Исайя, о том, как лидеры Израиля не служат людям, не благословляют людей, не созидают людей, но губят людей и используют их для чего? Для своих собственных целей. Вот о чем этот вид притчи. И последнее для человека, то есть Израиля, хуже первого. Вот почему Мессия говорит, посмотрите, конец 45 стиха, «Так будет и поколению этому злу». Итак, нечистые духи это руководство и поколение это связано с духовным состоянием народа Израиля в то время. Перейдем к 46 стиху. И у нас здесь есть что-то, нам необходимо принять решение. Хотим ли мы быть частью семьи Божьей? И есть только один путь быть частью семьи Царства. И как? Через связь с Мессией. Он, не упустите этого, Он единственный путь. Все, что говорится здесь, это для того, чтобы научить нас библейской истине, относящейся к этой ситуации. Вот проблема. Евреи чувствовали, что они народ царства по рождению, по родословной, но Мессия бросает этому вызов, потому что Авраам, Авраам стал чадом Божьим. Он стал человеком, имеющим надежду на царство, потому что вошел в завет царства. Авраамический завет это завет благословения. Он говорит об утверждении Богом народа царства. И мы узнали от апостола Павла в послании к Галатам 3,16, что Мессия, прочтите послание к Галатам 3,16, что Мессия и Иисус являются основанием Авраамического завета. Так учил Павел. И есть неразрывная связь между Авраамическим заветом и Новым заветом. Мессия говорит здесь, заметьте, что происходит. Когда же Он еще говорил к народу посреди этого, вот, это уже третий раз, когда это слово появляется здесь. Вот, Матерь и Братья Его. Слово Братья может также подразумевать и сестер. Стояли вне дома. Я бы выделил это слово, стояли. Почему? Это очень уникальная грамматическая конструкция. Большинство учащих Библии даже не обращает внимания на эти грамматические конструкции. Но в греческом языке это люперфект. Вы скажете, ну и что в этом важном? Греческий люперфект показывает отдаленность. Он показывает что-то, находящееся дальше, отдаленнее, чем то, что мы бы рассматривали как обычное с нашей точки зрения, перспективы, нашего образа мышления. Вы бы подумали, что раз его мать и члены его семьи пришли к нему, он бы обрадовался. Он бы захотел выбежать и поговорить с ними. Но обратите внимание, что открывает Писание в сорок третьем, то есть сорок шестом стихе. «Вот матерь и братья его, и, вероятно, и сестры, стояли вне дома, желая говорить». Что значит, что они желали говорить с ним. «И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои, имеется в виду и сестры твои, стоят вне». И вот изменения стоят вне. Это обычная перфектная грамматическая конструкция. А для чего использован «перфект»? Просто чтобы показать, как сильно они хотели говорить с ним. Почему я это говорю? Потому что перфект говорит о событии. Это глагол, нечто, что происходит. Это происходящее началось в прошлом, происходит сейчас и продолжится в будущем. И все это, чтобы показать решимость членов его семьи, видеть его, поговорить с ним. Хотя у них было это сильное желание, заметьте, каков его ответ. И вот мудрость. На иврите сказали бы «Учтительная часть этого места». Еще раз. «Вот матерь и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». 48 стих. Он же сказал в ответ говорившему, «Кто матерь моя? И кто братья мои?» И далее обратите внимание на 49 стих. Он ответил на свой собственный вопрос. Тут сказано «И указав рукою своею на кого?» На учеников своих. Сказал «Вот». Снова и снова мы видим слово «Вот», что означает нечто, обладающее великой значимостью. То, на чем нам надо сфокусироваться. Это ключ к пониманию его откровения. Снова посмотрите 49 стих, вторую часть. «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот кто, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Итак, если мы хотим иметь семейные отношения, что я под этим имею в виду? Столь близки, что мы в одной семье с Мессией, что мы вошли в завет, который делает нас частью, услышьте это, частью семьи Божьей. И мы делаем это через понимание значимости дела Мессии, Его смерти, погребения. И на чем Он сделал акцент в этом месте Писания? На воскресенье. И это Слово Божье, и это Божье подтверждение, Божье «да» на то, что сделал Мессия. Все, что Он сделал, Его слова, Его учения, Его чудеса, Его смерть на кресте. И все это было санкционировано Богом. Бог поставил на этом печать подтверждения, воскресив Мессию измертв. Это истина. Это то, чего мы должны искать. Это то, чего мы должны желать библейской истины, сфокусированной на Мессии, а не просто на каком-то чуде. И сделав это, мы обнаружим, что введены в семью Божью и ведем себя как члены Божьей семьи. И что это? исполняем волю Отца. Вот что делает жена, вот что делает сын, вот что делает дурь. Они хотят жить так, чтобы приносить честь тому человеку. А в данном случае, тот человек, это Бог. Что ж, на этом закончим. До встречи на следующей неделе. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.